Рекламно-информационная программа Наш известный уяцкий производитель мяса Построил новую свиноферму в Кирово-Чапецком районе И там хрюшком созданы какие-то супер-мупер-условия И там в том числе и классическая музыка будет транслироваться Не хочется вглубляться в животноводство? Не, я просто хочу спросить, может быть какие-то уникальные фишки есть и на заводе Вятич? Может быть вот те 28 дней, в течение которых созревает безалкогольная, пенная Может быть тоже что-то такое вещает очень интересное, душевное Дело в том, что на Вятиче играет классическая музыка при созревании пива Играет Гайд, Моцар Я помнил, помнил Да, да То есть нет, это у нас давно Просто пиво слегка отличается от хрюшек Если ты хоть раз поинтересуешься условиями содержания вот этих прекрасных животных На этих прекрасных фермах этого прекрасного человека То я боюсь, ты станешь вегетарианцем То есть это не по себе станет Да, не по себе Жутко переживать будешь А вот у нас все по себе, то есть у нас под классическую музыку И там никакого насилия над хрюшками нет Даже над бактериями нет насилия Я же вполне себе предполагал, что в выгодном свете тут Вятич, конечно, можно представить Никто, никакого насилия не идет, никакой речи на никто, ни над кем не издевается Все хорошо Ну что, продолжаем наши разговоры о пенном напитке, безалкогольном, безусловно Мы накануне большого профессионального праздника, безусловно, встречаемся, да Каждая вторая суббота и июня отмечается День пивовара, но мы чуть позже о нем поговорим Ну, в конце, я думаю, затронем Да, в конце, и кроме того, устроим интерактив сегодня с нашими слушателями Хорошо, мы это очень хорошо Будем ваши отзывы принимать по номеру телефона 211-101 Пообщаемся после рекламы, которая у нас выйдет традиционно в середине часа Ну что, продолжим разговор о локальном бренде Ну, смотри, на самом деле разговор о локальном бренде имеет смысл начать с прекрасного совершенно разговора, который у меня состоялся вчера с таксистом То есть, ну, разговор был о том, что качество, пиво и так далее, и так далее, и так далее Почему это так, почему это не так А он узнал тебя? Нет, нет, слава тебе, Господи, нет, это просто разговор, я люблю говорить с людьми вообще, в принципе Но, что мне крайне понравилось в самом конце Человек, который мне сказал, конечно, конечно, вот это акционное, безалкогольное, естественно По 29 рублей, оно не может столько стоить Наконец-то, воскликнул я, асанно Люди начали понимать, что тот продукт, который стоит на полке, дешевый Это не то, что они должны купить Вот это все И вот я в этом убеждал всех абсолютно где-то год, год, полтора, больше уже, да О том, что, ребят, не надо драться за цену Не надо гнаться за дешевизм Дело в том, что вот это дешевое, так называемое, экспресс, да, там, пиво Которое забило все сейчас перелавки и полки С ним бесполезно бодаться в принципе по цене Потому что это суррогат Ты всегда, в моем понимании, суррогат Вот чисто мое понимание Да, они проходят по ГОСТу Да, там все эти ферменты, добавки, все эти безумные консерванты, суррогат, бензоат Которые обязательно существуют Плюс там существует обязательно тоннельная пастеризация у массовых Давай напомним, что это такое Значит, разница, то есть тоннельная пастеризация, это когда ты 30-40 минут, по-моему, при 75-85, при этой температуре держишь всю партию То есть, грубо говоря, кипятишь Вот этого кипячения на вече нет и не будет Это точно совершенно, потому что смысла никакого нет Еще раз То есть, вот тоннельная пастеризация, она тебя, конечно, обеззараживает продукт капитальный, срок годности Там бродить нечему, там портиться особо нечему Это у тебя, естественно, будет держаться год, да? То есть, но при этом речь там о пиве уже, собственно, безалкогольном, разумеется, не идет То есть, это какой-то другой продукт Он проходит по ГОСТу, но это другой продукт Вот его, этот другой продукт, вы покупаете за 29 рублей по акции каким-нибудь там красным вилл Все А на Вятиче, и эта точка зрения окончательно устояла Тьфу-тьфу-тьфу, я надеюсь, что она устоялась То, что мы не будем демпинговать никогда Мы не будем выпускать ерунду Никогда То есть, мы все время будем делать какое-то качественное, нормальное, действительно то, что должно делаться То есть, то, что завещал нам коротыш, ну и диротит основатель В начале 20-го века Да Вот так, то есть, Вятич никогда не будет соревноваться с ТНК по цене Все То есть, хочешь уважать себя, хочешь чувствовать себя хорошо Хочешь быть уверенным в том, что ты потребляешь Это Вятич Не хочешь, хочешь сэкономить там 10-15 рублей Ну, экономь Ну, вот этот человек, сотрудник такси, да Мы в прошлый раз говорили, что не любишь людей таксистами называть, которые работают Сотрудник такси, он вот что, прозрел, да? Ты понимаешь, я не понимаю, в чем здесь дело, я сам очень удивился Но человек мне говорит, потому что обычно, говорит, да ладно, все одинаково, там, что Зато дешевле, я взял дешевле Ну, переубеждать человека достаточно сложно, долго, то есть, и зачем, в общем-то Он сам разбирается, ну, мое мнение такое, да? А здесь меня крайне удивило, человек сам сказал Я его не наводил на эту мысль, то есть, мы об этом вообще не говорили, да? Он говорит, только понятно Дуло пистолета не держало Да, совершенно правильно То есть, так как он меня не узнал, то авторитета тоже никакого не было, понятно, да? То есть, автоматически человек просто сам выдал эту точку зрения То, что дешевое, то, что стоит на полке, это плохо Это не может быть настоящим продуктом И это меня вот фантастически радует Потому что это та точка зрения, которая медленно, степ-бай-степ, капля точит камень Все-таки в головах потребителей мы ее будем иметь Вот так вот Ну, тут вспоминается, опять же, история, да? За которую ратует, в том числе, компания Ветич Это восстановление минимальной розничной цены, да? На безалкогольную алкогольную продукцию Ну, недавно, да Разумеется, да? И мы озвучивали эту цифру, стоимость в нашем эфире Ту планку, ниже которой, по мнению компании Ветича, пускаться нельзя Это 52 рубля за полулитра, соответственно, безалкогольного пенного напитка То есть, Союз пивоваров, если я правильно помню, к Мишустину письмо опубликовали буквально несколько дней назад Я распространял их новости по кировским СМИ Ну, это как бы просто поддержка Союза пивоваров, который мы очень любим, с которым тесные отношения поддерживаем О том, чтобы наложить мораторий на внедрение, введение нового регламента В январе 2021 года, да? Да, по-моему, да Должен вступить в силу Так вот, этот регламент, они просят мораторий на него наложить Я прекрасно понимаю Ну, там описаны условия, при которых это будет удар по всей промышленности лесхозяйственной производству солода, во-первых, раз Плюс это ухудшение качества продукта гарантировано Когда позволяется при приготовлении напитка использовать, по-моему, по новым регламентам До 50% несоваженного сырья, то есть там дополнительного чего-то, да? То есть в стандартном варианте 20% Сейчас предлагают 50% Это сделано, мы знаем, ну, совершенно точно Это сделано под влиянием транснационалов То есть которые до последнего времени, вот до момента этой реформы, там, выхода их из состава Они в Союзе пивоваров рулили Ну, когда Балуев ушел, это вот директор Балтики первый Когда, собственно, он перестал возглавлять Союз, перестал в свою сторону рулить Это все, собственно, поджали Подмяли под себя, точнее, ребята из-за морей и океанов То есть, потому что это что Балтика, что... Ну, большая часть российских заводов, она фактически в большинстве своем принадлежит иностранцам сейчас То есть там абсолютно нормальный капиталистический вариант Такой, как это, империализм, как говорит Владимир Ильич Ленин То есть это каваниальная торговля То есть они держат, ну, есть рынок сбыта Они держат россиян, в частности, кировчан Просто за папуасов, которые за яркие там какие-то бусы Ну, яркие открыточки, названец, на баночки Вот за это они их покупают Вот возвращаясь к завору с таксистом, люди начали понимать То есть тебя просто разводят Тупо разводят, потому что тебе наливают эту сладкую, перебродившую водичку Запечатывают в банку с яркой этикеткой Все То есть правильно понимаешь, что этот документ, он еще более расширяет возможности Производителей там варьировать, да? В процессе производства что там использовать Просто мне непонятно, зачем его принимать сейчас Когда, в общем-то, у здравомыслящих пивоваров и так-то уже, да? Оскоминно набито по всему этому поводу Ну, во-первых, документ... Там можно сделать предположение, что, ну, не знаю, продавленный кем-то, может быть, документ или еще что-то Нет, документ принят То есть он поступил заранее, задолго до этого момента Дело в том, что ситуация с выходом Хайникина, по-моему, с интервью и чего-то еще Ну, Балтика точно совершенно, да? Из состава Союза пивоваров Это демарш был буквально месяц-полтора назад Когда разговор шел о минимальном как раз тарифе на пиво То есть вот эти 52 рубля, о котором ты говорил, да? И представитель, по-моему, Балтики открыто совершенно заявил с трибуны Что, ребята, если вы проголосуете за эту минимальную цену, мы уходим Мы уходим из состава Союза, все Все проголосовали за минимальную цену Они вышли из состава Союза И сейчас вот там объединение с Союзом производителей напитков безалкогольных Вот, Союз пивоваров с ними объединил Сейчас они активность начинают какую-то и в СМИ И в правительственных органах Ну, посмотрим, мы-то двумя руками, естественно, за них Потому что мы понимаем, что это наша промышленность То есть это наши доходы и Кировской области, естественно, в первую очередь Это наше производство, наши люди, наш бизнес Ну, как бы в отличие Потому что позиция транснациональных компаний крайне понятна Демпинг, 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 еще раз демпинг То есть пользуясь просто нежеством, по-русски говоря Нежеством населения, не понимаем того, что они пьют То есть причем тут нет варианта Вот у нас прекрасно, да, вот вятич какое великолепное пиво Вот давайте все покупайте Ребят, не надо вот так делать То есть там вестись вообще на рекламу, это глупо То есть вот у нас прекрасное, отличное пиво Но, пожалуйста, попробуйте, сравните Не надо ни в коем случае на веру принимать То есть да, взяли, попробовали, оценили сами Ваши рецепторы учатся сработать Вот ты, вот простой пример Ну это на любителей, конечно, напитка Но возьми три банки какой-нибудь, не знаю, там Балтики Ну что у нас акцион Ну так гипотетически Ну гипотетически, да Ну представил Да, и три упаковки вятича, да, то же самое И, ну сразу это, конечно, не очень хорошо, наверное Но хотя бы в разбивку И попробуй их аккуратно окучить Фигня Акогольного Совершенно, конечно Фигня заключается в том, что на второй банке Чего бы то ни было вот этого Ты поймешь, что оно не лезет в тебя Вот просто оно не пьется Это у пивоваров есть такой термин Питкое Оно не питкое Вот Христом, Богом Сами попробуйте, сами убедите Возьмите вятич, и вы поймете разницу Я не говорю про органолептику Ну вообще не говорю Почему? Потому что у меня был совершенно хрестоматийный пример Ну это даже не офф топик Это можно рассказать Сейчас скажу это 18 июня прошлого года Я поехал в поезде в Вятка С конференции юридической с Москвы И так как в поездах они высыпаются Я решил взять три банки Вятича, конечно, безалкогольного С которого, естественно, я Да Но эти три банки я почти приговорил Причем вятич классик Безалкогольный, разумеется Который я, в принципе, не пью Но там было, все называется На халяву и в банке В банке только выпустили Ну это одна из классических линей Да Это просто основная, фактически Которая сквозь годы Ну я никогда это не покупал Потому что у меня в голове был Вот чисто такой, знаешь, вариант Что это народное Что-то А я великий Космический человек Что-то такое Ерунда Ну на халяву и уксус сладкий Я прихватил эти три банки Спокойно приговорил их в поезде Не, что там оставалось, как выяснилось Что-то я не засыпаю Выбегаю во Владимире на перрон Беру, если я правильно помню, Амстал Ну какой-то вот такой В чем закрывался еще варек И там из-под полы мне это продали Все Я наливаю себе Амстал Выпиваю его И вдруг обнаруживаешь У меня в банке-то еще вяч остался Наливаю себе вятич Пробую вяч И, в общем-то, у меня глаза вылезают А челюсть отвисает Потому что я вдруг очень резко понимаю Что вот это пиво Безалкогольное, разумеется А вот это вода Просто Ну то есть неизвестно что То есть разница Вот доверять надо своим рецепторам Не этим рекламным разводам Ничего, просто рецептор То есть Для меня это вот был категорический момент Почему я не пью этот классику Да, вообще ее Я ее до сих пор только могу взять в банке Я не беру ее в бутылке У меня до сих пор убеждение, что это Ну такое простоватое Осталось, да Вот с имиджем не стыкуется Да, как не смешно Ну это чистая правда Вот То есть доверять надо рецепторам И когда мы смотрим на вот это привозное На все дешевое, да Мы должны очень ясно понимать Что это ребята просто вам папуасом привезли Хочешь чувствовать себя папуасом Возьми Христом Богом в магазине Сэкономь 10-15 рублей Сэкономь, пожалуйста Сэкономь Сейчас, между прочим, исторический момент был Владимир Мамотов признался, что У конкурентов он тоже продукт пробует Я пробую Ты знаешь, я пробую все Практически все Этому человеку можно доверять Нет, нет Понимаешь, работать Меня даже Я поспорил, меня даже заставили Я сижу, сейчас читаю Огромный немецкий талмуд по пивоварению Совершенно шикарный И даже придется сдавать по нему экзамен То есть на старости лет Ну это смешная процедура, мне нравится То есть те, которые работают на этом предприятии И не разбираются вот в этих деталях Ну это непрофессионально, я считаю Ну ладно, не будем в это углубляться А если немножко историю затронуть Может быть были какие-то Когда-то, в том числе, в нашей стране Похожие ситуации Когда действительно стоял вопрос А, ты имеешь в виду историческую подоплевку? Да, да Ты знаешь, на самом деле Вот перегибы последних десятилетий На тему запрета рекламы Запрета тары Запрета распространения Это, во-первых, искусственные вещи Во-вторых, с какого перепугу Это отдельный вопрос То есть там есть объяснение, что это здоровье нации Ну это ерунда, на самом деле Там есть объяснение на тему Там еще что-то, еще что-то, еще что-то Подрастающее поколение Ну вот, все что угодно Дело в том, что, допустим, в Словении Это не считается пиво Не считается алкогольным напитком в принципе В законодательстве страны Оно исключено Из перечня спиртных напитков В Германии его можно пить, если я не ошибаюсь, 14 Ну у нас же тоже долгое время оно было исключено Это все у нас буквально недавно произошло Не так давно достаточно Еще при Советском Союзе То есть шофер заходит в столовую, в рабочую Выпивает пиво и поехал дальше То есть это как бы, ну, не смотрелось То есть кружка, там, бокал Дело в том, что... Ну сейчас последствия ясны, да Нет, ну это из-за того, что тебя мерят промилен Который тоже большой вопрос Он прыгает от кефира и от кваса Если он... Ну, особенно если перебродивший, да? Замечательно Вот, нет Фишка в другом В том, что у тебя Само по себе пиво Оно считалось Вот именно Мы не можем... Конечно, безалкогольное, разумеется Оно считалось всегда Альтернативой Крепкого алкоголя По одной простой причине Оно сделано так Что лопулин Который там образуют Ну, хмели Хмелевые соединения Это седативные средства Еще раз Лопулин Лопулин Дурацкое название Я тоже его учу Значит Вот этот лопулин Это хмель В первую очередь Если ты попробуешь Безалкогольный, разумеется Да? С нормальным содержанием хмеля У нас есть такие сорта на вечер Так вот, если ты их попробуешь То Ты обнаружишь Что у тебя седативный эффект Возникает просто Вот от этих хмелевых вещей То есть расслабляешься И из-за этого Пиво всегда считалось Альтернативой Тяжелым напиткам Тяжелому алкоголю Значит Разница Ну, смотри Вот разница между стоимостью водки В Советском Союзе Да? Нам, ну, условно говоря 2,87 Да? Ну, условно очень Да? Ну, была подороже Да, пиво стоило 24 копейки Понятно, да? Вот это разница Разброс между стоимостью Примерно в 10-15 раз Да? При этом сейчас разница Примерно В 5 Ну, если брать за пол-литра Белый И, соответственно, да Стоимость Нет, ну, если мы возьмем Опять же акционный суррогат Который все торгуют И сравним Нет, нет, подожди У нас все-таки в государстве Существует минимальная розничная цена На водку в коньяке Ниже-то нельзя На водку и коньяк А на пиво? Я что-то его не видел На пиво нету Вот, вот это к вопросу Союза пивоваров Нет, просто Я просто к тому, что В случае с водкой Демпинговать-то нельзя Там ниже установленной планки Она все равно не будет Ну, у тебя водка Если я оправлю, помню, 200, да? Ну, ты знаешь Я давно не брал Я тоже Я тоже Придлежу к этой категории По-моему, 230, по-моему Хорошо Соответственно, это во сколько раз Это по сравнению с суррогатным Вот суррогатным Суррогатным у тебя будет стоить 29-35, 37 где-то, да? Ну, все равно у тебя получается В 5 раз примерно 5-6 раз При 10-кратной 15-кратной Резинции в Советском Союзе То есть, в принципе Там было несколько вещей Во-первых Пивзаводы Это чисто Кстати, это взято у немцев было Вот В советской власти Если покопаться Есть полезные вещи То есть, это было Возвращение У немцев Когда завод Производящий пиво Обеспечил область Которая Ну, это немецкий вариант Ну, старая легенда Когда пивовар Забирается на колокольню Осматривает окрестности Вот куда его взор достигает Это его регион Он в этом регионе Будет поставлять Все Потому что оно Портится У него короткий срок И так далее И так далее То есть, получить свежее Гарантированно Ты можешь в этом районе Вот Строился там Не знаю Санчеровский По-моему Свечебов завод Еще где-то В Собоцком То есть, заводы 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 Маленькие заводы Обслуживающие свой регион Это было в Советском Союзе А, в Советском Союзе Конечно Конечно Насколько я помню Это все пищекомбинатами Называлось Местными Которые выпускали В том числе Да, но Фишка в том Что они как раз Вот именно По этому принципу Ушли То есть, для Вот здесь делается На этой воде Этими людьми Все И сам Все абсолютно понятны Что в отличие от Абсолютно обезличенной водки И которую гораздо проще делать Чем пиво Поверь мне Я читаю этот учебник Там из 800 страниц Я прошел 200 Я уже понимаю Что как бы Уже накрыло, да? Осознание того Что это все Очень даже Не, понимаешь Давненько я биохимию не смотрел Вообще Ой, ладно Школа Школа Прекрасная Ну, по поводу, да Альтернативы крепкому алкоголю Пенные напитки Альтернативы Я помню прекрасно Закат советской эпохи В 80-е годы И действительно У людей было такое отношение К пенному напитку Ну, действительно Вот это не считалось Не считалось Не считалось Чем-то зазорным Чем-то противным Не считалось это алкоголем Там Детям Да Принято было там Немножко дать попробовать Там Или что-то вот еще Так Но никто в этом вот Плохого ничего не видел Раз Во-вторых Самое интересное То есть вот У тебя местное производство Оно обеспечивает местный регион Это альтернатива Тяжелому Случаев агрессии Вот С этих сортов Нету Их очень мало То есть это Сколько же Прости господи Ты должен употребить пиво А с тяжелых сортов алкоголя Да У тебя все это есть Ну это как и история алкоголизма Извиняюсь В России вообще В принципе Мы говорим конечно О безалкогольных продуктах Но увы Когда мы говорим Об алкоголизме А это не связано с продуктом Это просто болезнь Так вот История алкоголизма В России начинается С того Что Иван Грозный Монополизировал Всю торговлю Хлебным вином Так называемым То есть водка С низкими там Способами перегонки Вот И возникли царевые кабаки В которых закуски не было никакой То есть имщик подлетает к этому кабаку Забегает Выпивает этот стакан хлебной водки И едет дальше Занюхав рукавом Ух Да При этом способе Зависимость возникает Чрезвычайно быстро Чрезвычайно быстро Все Вот у тебя это Первый раз В точке государственной Ну государственная монополия На алкоголе Она вот обоюдо Старое оружие Каждый раз Когда мы говорим О регулировании торговли Чем бы то ни было Дискуссия периодически Разгорается Утихает Надо ли нам возвращать Какие-то Или хотя бы элементы Какие-то Государственные монополии На эту сферу Учитывая, что 50% алкоголя У нас нелегальные в стране То есть 50% фотки Это контрафакт Это по самым скромным Подсчетам Я так полагаю Нет, я не думаю Что это скромный 50% По пиву Я тоже могу сказать Я даже сомневаюсь Есть ли официальные данные На сей счет Они есть Они есть И по пиву Я тебе могу Примерно сказать Это тоже ориентировочная оценка 30% Треть Да, то есть Треть того, что продается Безакцизная И я, как говорится Даже знаю этого человека То есть Я даже знаю заводы Которые совершенно Спокойно Производят Огромные объемы Безакцизской Так называемого Левака Левака В чем Да, достаточно серьезные Большие заводы Ну, благодаря Каким-то отношениям С местной властью С местными Правоохранительными органами Они спокойно заполняют Рынок без акцизов Это огромные деньги Естественно То есть Которыми они просто Делятся Спокойно Заинтересованными лицами Банальная коррупционная схема Ну, вот так люди живут Работают То есть Не так просто В нашей стране У нас реклама сейчас будет Владимир Маматов Пресс-секретарь компании Вятич После паузы Мы, естественно Пообщаемся с вами По поводу ваших предпочтений Касаемо Пенного Безалкогольного напитка Не прощаемся Группный план Продолжаем наш разговор С Владимиром Маматовым Пресс-секретарем Компании Вятич День пивовара На носу 13 июня Он будет отмечаться Я тут справочку Небольшую навел Оказывается Вот это В официальной газете Написано Оказывается Одно место В пивоваренной отрасли Одно рабочее место Дополнительно Создает До 10 рабочих мест В смежных отраслях Я так подумал Ничего себе Насколько Государственно важная Сфера Есть такой термин Который мне подарили Лет 5 или 6 назад На аудиторе С которыми я говорил Мультипликация Мультипликация Да Вот это очень много Объясняет В экономике Ладно Это мы сейчас Уйдем в сторону Социологии Философии Это не то Что за этим стоит А вот это вот стоит Целая цепочка Людей Судеб Человеческих Точно так же Как говорить Об обществе В марксистских терминах То есть Причина следствия Буржуа Прилетарий Еще кто Какой класс Буржуазия Это глупость Потому что Общество Это саморегулирующая система С той же мультипликацией Со сложными механизмами Кибернетика Должна рулить Я считаю Давно пора Людям Которые говорят О социологии И философии Давно пора Немножечко Что-то почитать Другое А не Маркса Понимаешь Ну ладно Это я говорю Это автопик Это не интересно Так вот День пивовара День пивовара 13-го числа Трагедия Которой мы все Переживаем Стиснув зубы И сжав Все что можно Это то что 13-го числа По улицам города Кирова Радостное шествие Вятича Не пойдет Увы Да Со всем известными Ограничениями И в том числе Профессиональный праздник Пивоваров Он тоже тут попал Не будем подкалывать Там наше правительство Сверху донизу Не будем подкалывать Разумеется Потому что абсолютно Невременно Да Ну невременно Товарищ Война Как в старом анекдоте Так вот Не получится пройти То есть Счастье в воварских костюмах Там с оркестром И бочками на телегах Не выйдет Ну мы Все что сделаем Честно совершенно Мы просто выпьем газету Да Корпоративную свою газету Канепи вовара И мы сделаем Очень просто Мы в середине газеты На развороте Сделаем хорошую инфографику Сейчас ребята Как раз над этим работают То что Польза От вятища То есть С него начинается Родина Как в песне Знаешь То есть Вы такую агитку Решили сделать Да Простым языком выражается Попробуем разнести По всем чиновникам По всем Собственно Более-менее Выскопоставленным людям Которые у нас В Кирове есть То есть Начиная от правительства Не знаю Получится Не получится И чтобы человек Просто повесил У себя в кабинете Где-нибудь Аккуратненько И помнил Что мы приносим Столько налогов Столько рабочих мест Столько продукции Столько запретил области Столько экспорта И так далее И так далее И так далее Чтобы просто человек Знал Почему на самом деле Это такое Серьезное предприятие И почему Оно должно Востребовано быть В среде чиновников Я говорю Вот отношение к вятичу Это вот просветление В моем понимании Оно не может быть частичное То есть Оно должно распространиться Сразу на все части Накрыть Да Все Все массы Как нам Те самые Всякие монахи Там святые Рассказывают Что когда их накрывают У них там Не часть личности Окрылилась Да Все целиком Вот то же самое здесь И чиновники Которые получат У газету И обычные потребители Которым мы объясним То есть Должны понимать Что это такое И почему мы здесь Давай примем звонок 211-101 Пообщаемся со слушателем Или слушательницей Алло Добрый день Вы в прямом эфире Как вас зовут? Алло Здравствуйте Здрасте Как вас зовут? Меня зовут Наталья Наташа Да Очень приятно Да Постоянно слушаю ваши передачи И у вас какие-то предложения? Претензии может быть? У меня вот единственное Нет у меня нет ни предложений Ни претензий Вот у меня единственный вопрос У меня в доме Находится два магазина Это Бристоль Красная и Белая И мы вообще С мужем очень уважаем Продукцию Вятича И мы туда приходим В Красная и Белая Из Бристоль Ее там нет От слова совсем Вот у вас например Появилось Очень вкусное пиво Зеленое Безалкогольное Уточним Мы его И безалкогольное И алкогольное Никакого зеленого Ни в Бристоле Ни в Красном и Белом Нет от слова совсем То есть мы получается Идем абсолютно в другой Абсолютно в другой магазин Продуктовый Там условно за два километра Чтобы купить вашу продукцию А почему нет Почему нет у вас Вы говорите Вятич есть везде Но его по факту Его нет В очередной раз Как ножом по сердцу Сейчас вы да Затронули тему такую Неоднократно поднимаемую нами В наших беседах Как прокомментируешь Ну Наташа Что тут можно сказать В Бристоле Мы где-то там Что-то есть Какое-то количество Четыре позиции Я их как-то искал Помню в Бристоле Я их нашел Но это было внизу То есть мерчендайзер Мерчендайзинг Там отдыхает полностью То есть не самые выгодные Это мягко говоря Потому что Позиции Ну кстати Представитель Хайникина На заседании Того же Союза Пиваров Честно говоря Да мы выкупаем полки Полка не резиновая Мы взяли ее купили Вот эта центральная На уровне глаз Она будет нашей Всегда Но Я вот вам хотела сказать Вот приходишь Там вот стоит Одна Балтика Одна Балтика А мы не хотим Эту Балтику Мы хотим Нашего родного Вятича Ну хорошо Родного Вятича Приятно Ну это приятно Но в Бристоле Я говорю Там четыре артикула В красном и белом Вы не найдете Нас по причине Того что не найдете То есть уже Десять тысяч раз Мы говорили о том Что никаких проблем На самом деле Для нашего правительства Сделать обязательным Присутствие местных товаров В красном и белом Нет Там весь вопрос Убирается Только и исключительно В политическую волю Если ее нету Так и надо сказать У меня нет политической воли Этим я заниматься не буду Потому что нечем заниматься Вот не вырос Но я уточню Как говорил Владимир В прошлых передачах Мы имеем ввиду Правительство наше Региональное Региональное Да я не ошибаюсь Нет Но мы пока не трогаем Российское Будь живут Да Спокойно А наше Так нет В этом вся суть То есть ребята Прекратите заниматься глобальными Займемся нашим В общем Наталья Отвечая на ваш вопрос На ваш так сказать Крик души Вятить всеми силами За то чтобы В торговых сетях Точках Перечисленных вами Наша продукция Компания Ветич была Но увы Переговоры Переговоры Предложения Предложения Но как говорится Восы ныне там Пока у нас Нет таких рычагов На красный С красным и белым Разобраться Как и с Бристолем Собственно Чтобы это было сразу Потому что В моем понимании Вот мы выпускаем Новый сорт Любой абсолютно Через неделю После вот начала Он должен стоять Во всех магазинах Это нормально Правильно и хорошо Он уходит Это продукт Приносящий прибыль Почему же его не берут Потому что Ребятам платят Федералы Раз И второе Никаких актов Никаких актов Никаких соглашений Из Кировской области А поддержки местных Производителей Нету Все время Никита Юрьевич Бывых Который у нас Сейчас из библиотеки Переведен Куда-то Я не слежу Честно говоря Перевели Там страшное горе Никита Юрьевич Из библиотеки Уютное брали Так вот Он все время Когда заводил Торговые сети Никаких соглашений Он с ними Не заключил То есть Они просто Зашли В отличие от Пенза Татарстана И так далее И так далее Ну вот К сожалению Наташа Вот такая суровая Реальность Мы будем с ней Сражаться Бороться Делать так Чтобы это все-таки Сдвинулось Наталья Что-то еще добавить Просто время уже Поджимает нас Добавить мне Нечего Но вы уже Владимир Постарайтесь Мы вас верим И надеемся Спасибо Спасибо Владимир Все-таки Появится Спасибо У меня останется Только на пресс-конференции Владимир Владимирович Путина Вы уж постарайтесь Так как Маматов Предстал в доспехах С мечом Поражающим Неверных Торговцев Да 211-101 Есть еще 4 минуты Для того Чтобы мы Успели поговорить С вами Ну так вернемся В газете Ты сказал Что разнесется По властным структурам В правительство наше Я так полагаю Что дизайнеры Креативщики Потрудятся Над тем Чтобы действительно Возымел Какой-то эмоциональный эффект Эта печатная продукция Ну в первую очередь Это тот вопрос О патриотизме Который понимали Уже пару раз Сердце прямо Правильно Правильно Чтобы человек понимал Что если он потребляет Люди смотрят Все равно смотрят На чиновников Все равно смотрят На людей Наделенных властью Деньгами На авторитеты Задача в том Чтобы эти авторитеты Тоже помогали Ну вот и все День пиавара Как-никак 13 июня Суббота Давай еще один звонок Примем У нас 3 минуты остаются Добрый день Вы в прямом эфире Представьтесь пожалуйста Добрый день Меня зовут Андрей Я звоню из района Кировской области Так Продукцию ведь Что любите? Это слишком прямой вопрос Я хочу Да просто времени Не очень много Ну задавайте вопрос Задавайте Я только родину люблю А продукцию ведь Я конечно пью Но хочу поинтересоваться Когда было В Германии Чехии Можно пиво много-много пить И потом нутро Голова не болит А после ведь Как рассказывают парни Голова болит Почему? Ага Андрей Вот вполне Тоже Краткий Каретный вопрос Прямой вопрос Это математика Это чистая математика Мы конечно сейчас можем Свалиться в индивидуальные особенности Нет Никаких индивидуальных особенностей Андрей А много пива Там немецкого Чешского Это сколько? Литров пять Пять литров На человека Пять литров На человека Пять литров Немецкого пива Андрей Вот я готов С вами Вот возьмите В радио Если не затруднит Мой телефон Я встречусь с вами За свои деньги Куплю вам Пять литров Немецкого Любого Любого На выбор Абсолютно И если Утром После употребления Этих пяти литров Немецкого Вы будете Чувствовать себя Хорошо То есть Вас не будет Штормить У вас не будет Диких головных болей То есть То что русским словом Бадун называется Вот если этого не будет Я готов Сразу Ну сто долларов Это минимум Просто Вот не отходя от кассы Потому что я знаю точно совершенно По рассказам людей Которые как раз Отрывались и в Чехии И в Германии Что разницы Между вятичем Который поставляется Между прочим В Германию По ходу Разница между вятичем И немецким Если ты выпьешь Пять литров Любого нормального Пива Безалкогольного Конечно То утром Тебе счастье И веселье Гарантировано То есть это Ну как бы у вас Видимо Лиже уникальный Потрясающий Невероятный По своей мощности Организм Да Ну я думаю Вам надо попробовать То есть как бы Вот взять вятич Ну если Я готов попробовать Я готов попробовать И как минимум Пять литров пива Записано На пятницу Отлично На пятницу Ну на пятницу Это выходной Ну давайте Возьмите телефон На радио Созвоните со мной Я обеспечу У меня другое предложение Сейчас мы ведь Живем в эпоху Когда все открыто Все открыто Все можно посмотреть На ютьюбе Я предлагаю вообще В формате видео Какой-то Прямая трансляция Прямая трансляция Вот люди сидят Пять литров такого Безалкогольного Конечно И пять литров такого И на утро Они тоже сидят Отлично Это вообще Заметано Заметано Интерактив Это прекрасно То есть мы Вовремя на слове Андрюш Давайте Набирайте меня Свяжемся Спасибо Пока Удачи 30 секунд Чтобы итог Сегодняшней беседы Подвести Ну итог простой Мы не сможем Пройти шествием Но газету Получат все Заинтересованные Высокопоставленные Лица В Кировской области Обычно это граждане Нет К сожалению У нас 999 экземпляров Как любое корпоративное Маленькое СМИ Не зарегистрировано Как СМИ Ну посмотрим Кстати говоря Если у нас Это Ну на сайте-то Компании будет Какая-то Да будет конечно Но я просто думаю Может быть действительно Так сделать И показать всем Кировчанам Эту картинку Я подумаю над этим Кстати отличная мысль Да почему бы и нет Да Владимир Мамотов Пресс-секретарь компании Вятич Завершается наша Сегодняшняя встреча До следующего вторника В 13.06 Будем здесь Снова безалкогольного Да До свидания Всего доброго Крупный план